Привез в лес, ну в пустое место безлюдное, сказал клади руки на пень, я там и плакала, и кричала, и просила, потом он сказал отвернись и начал рубить руки. Достал, да, еще раз нож, опять приставил мне к шее, горлу, сказал, ну, признавайся, изменяешь ты мне или нет. Я как раз наоборот думала, что полиция у нас помогает, и когда я туда пошла, я думала, что да, на следующий день сразу приедут и что-то сделают, и будут проведены какие-то меры, а как показывает практика, нет, совсем не так. Сказал, вы сейчас помиритесь, поругайтесь, это все несерьезно, таких людей куча, кто разводится. В начале декабря он закрыл это дело, а через три дня меня вывезли в лес и отрубили кисти рук. Субтитры создавал DimaTorzok Для меня это вообще странно, ну, что это административка не уголовная, что да, это штраф за то, что ты избил человека, это будет просто какой-то штраф. Как вот у меня, например, у него штраф 10 тысяч. Левые руки со мной не было, она осталась в лесу, ее потом нашли. Она была из нескольких частей, на ней было 8 переломов, у меня потом пересадка кожи, вен. Например, вот мягкость кота я не чувствую, я не понимаю, что это. Я говорю, сейчас я чувствую горячее, холодное. Дети не знают, они думают, что я попала в аварию, потому что для них это тоже очень тяжело психологически. И для меня это тоже на будущее, я не знаю, как это рассказать, как преподнести. Для меня, чтобы он пожизненно сидел, это самое лучшее, что обеспечило бы мне безопасность. То, что он будет ходить здесь на одной территории, для меня это небезопасно и для детей, и для всех.